Всем привет, я Влад, это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре газобаллонный пневматический страйкбольный пистолет. Это Colt M1911A1 в таком вот цвете, более привычном, скажем так, для подобных пистолетов. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам продвижений. Ну что ж, про пистолет расскажу дальше более подробно. Погнали! Интернет-магазин Попади в десятку. Произведен пистолет компании KJW. Прототипом пистолета является Colt M1911A1. Относится данная модель газобаллонной пневматики. Тот самый баллончик CO2 устанавливается, конечно же, в магазин. Это именно CO2-версия, о чем нам, собственно, и говорит стикер на коробке. Он же там есть, да, CO2-версия. Магазин устанавливается. Магазин черный, полноразмерный, металлический. Вот такой вот красавец. Чтобы установить баллон, нужно вот эту наклеечку мы убираем. Здесь уже находится, ну, вентиль назовем, который раскручивается комплектным шестигранником. Его вытаскиваем, баллончик вставляем, закручиваем. Но главное не перекрутите, не переусердствуйте. Как только вот звук заканчивается, на этом моменте, в принципе, оп, и вот хватит. Дальше вкручивать его нельзя, чтобы ни в коем случае пистолет, ну, точнее, в данном случае магазин, не испортить. Зачем это нужно? Весь пистолет сделан из металла и только накладки пистолетной рукояти из ударопрочного полимера. Длина данной модели 220 миллиметров, где 110 миллиметров, это длина ствола. Вес пистолета 970 грамм. На верхней части корпуса предусмотрены прицельные приспособления, мушка и целик. Для стрельбы из данного пистолета понадобятся те самые страйкбольные шарики в калибре, конечно же, 6 миллиметров, белые, пластиковые. Я думаю, вы знаете, кто это такие и с чем их едят. Заряжаются они, конечно же, в магазин, куда еще заряжаться, который рассчитан на 25 тех самых, как раз таки, шариков. Что еще есть у пистолета? Конечно же, подвижный затвор. Обязательно. А как без этого? Ну, если шариков в магазине нет, то пистолет встает на затворную задержку, с которой мы берем и снимаем вот так. Просто рукоять, получается, расстояние, точнее, до самой той кнопки, оно несколько больше. Не очень удобно было это сделать, с непривычки, скажем так. У пистолета есть блоубэк, метация отдачи. Давайте посмотрим, как он работает. Очень жесткий. 9-10 из 10, 100%. Ну, прям нормально так. Отдача очень сильно хорошо чувствуется. Это классно, это я считаю все-таки, конечно же, плюс. Предохранитель. Естественно, у него есть предохранитель, он находится вот здесь. На левой стороне корпуса он не двухсторонний. Также предохранитель есть и на рукояти, он рабочий. Все. Поэтому такая вот история. Рукоять рельефная, что уменьшит вероятность выскальзывания пистолета из вашей руки, даже если вы будете находиться, допустим, в перчатках. По заявлению производителя, скорость шарика, момент вылета из ствола достигает 100 метров в секунду, что полностью соответствует разрешенной мощности для свободной продажи и покупки. То есть, да, все правильно, чтобы пистолет приобрести, специальные различные документы не понадобятся. Просто приходите и покупайте, или делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно. Но вот вам, конечно же, должно быть 18 лет. Ну и раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот замечательный пистолет подходит к концу. Я считаю, он и правда замечательный, на самом деле. Мне нравятся кольты, мне нравится, как их собирают KGW. Они очень приятные, именно с точки зрения тактильности, но и с точки зрения функционала они ни в коем случае, конечно же, этому моменту не уступают. Это хорошие пистолеты. Если вам нравятся пистолеты CO2 версии, то это вот я считаю очень даже ваш вариант. Ну и опять же повторюсь, то что цвета у пистолета, ну можно назвать в каком-то смысле традиционными. CO2 версия, чем она будет отличаться от газовой? Ну соответственно, что газовую нужно будет заправлять постоянно, подставлять этот баллон. CO2 это чисто баллончики с CO2, те самые, да? Но CO2 версия, она чуть-чуть, но мощнее. Не прям там супер, но чуть-чуть, но мощнее. Поэтому может быть для кого-то это будет все-таки важно. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам пистолет или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok